всем привет сами дмитрий урсул в этом видео хотел бы поговорить о преимуществах которые вы можете использовать когда переводите миди в аудио дело в том что меня часто спрашивают для чего вообще стоит переводить миди в аудио к можно работать полностью в мидии уже делать сведения и всю работу над проектом делать в тот момент когда у вас основные партии записаны в миди вот я сразу скажу что я лично всегда разграничиваю то есть у меня если работаю над композицией от и до я всегда делю ее на три этапа первый этап это запись аранжировка когда прописываются партии подбираются работы с миди живыми инструментами с дублями и так далее далее у меня идет отдельный проект сведения то есть я туда уже сохраняю финальные версии дублей перевожу все меди партии в аудио партии и третья ставит уже мастеринг когда я вывожу уже сведенный проект и уже делал мастеринг отдельно в отдельном проекте я на самом деле настоятельно рекомендую делать именно так это во-первых дисциплинирует а во-вторых очень много дополнительных возможностей есть которые не всегда бывают когда у вас все одном проекте во первых это конечно же ресурсы на некоторых компьютерах просто не получится с каким-то большим количеством дорожек сделать одновременно держать в проекте кучу синтезаторов или сэмплеров одновременно с этим кучу плагинов для обработки каждой дорожки и потом еще и делать мастеринг там где-нибудь на стерео выходе то есть на мастер-шину ставить какие-то плагины по мастерингу ну то есть я просто неоднократно видел что так некоторые делают и я лично не придерживаюсь такой методологии и знаю много против такой системы вот которые на практике скорее ограничивают нежели расковывать поэтому имейте ввиду более подробно об этом я буду говорить каких-то других видео здесь хочу именно сконцентрироваться на преимуществах перевода меди в аудио то есть когда я подготавливаю проект сведению я всегда все партии перевожу в меди и вот многие часто спрашивают на что прям такого дает перевод в меди ну можем рассмотреть к примеру у меня здесь есть такой набросок давайте послушаем вот допустим я хочу сейчас этот вот эту партию высокого синтезатора перевести в меди в аудио точнее из меди в аудио ну как более подробно это делать я говорил в отдельном видео поэтому здесь я просто сделаю экспорт все как есть bounce in place и во первых во первых у меня есть доступ к волна форме то есть я могу посмотреть что у меня как происходит звуки то что бывает что фазы например одного синтезатора складывается с фазы другого синтезатора и они вместе звучат не так жирно как по отдельности это особенно относится к тем кто работает с танцевальной музыкой там с трансом так далее то есть там очень это важно затем следить в меди вы из этим никак не проследите если что можно здесь чуть-чуть сдвинуть или подпад подправить фазу то есть это можно сделать очень легко очень просто в аудио это все наглядно видно очень легко далее а у этого синтезатора есть очень такой явный хвост причем это не ревер какой то не какой то эффект это именно хвост самого синтезатора сейчас я отключаю посыл на ревер вот слышно такое после после звуча и она в целом не нравится то есть я его не хочу убирать звука но где-то его можно убрать то есть на каких-то отдельных доля долях вот здесь например я хочу просто вырезать то есть можно сделать таким образом или там как-то более коротко ну то есть можно сделать таким образом можно сделать какие-то гличи то есть можно обрезать например допустим по 32 эту зону так связывать тоже ровно отрежем фейт нам нужен то есть я могу например сделать разрез допустим по давайте по 16 сделаем с помощью ножниц и например замьютировать какие-то отдельные эти хвосты и получить такой эффект тремоло но это можно конечно сделать все быстрее чтобы более был я ну то есть вы понимаете что можно разные вещи делать также еще что можно сделать можно работать с фейдами это тоже очень важно иногда хвост тянется слишком долго и нужно сделать такой некий фейдаут это тоже будет сложно сделать с миди это нужно будет прописывать автоматизацию дорожки это очень неудобно то есть может сделать фейд можно сделать slow down эффект это тоже бывает очень интересно ну может быть не в контексте этого трека но иногда это бывает нужно ну то есть идея понятно также можно какие-то звуки там отдельно тюнить и стретчить использовать flex time чтобы создавать какие-то спецэффекты то есть аудио форматом все равно имеет такой ряд некоторых преимуществ которых нет меди то есть меди это я бы сказал такая первая стадия работы со звуком то есть вы набрасываете партию аранжировку вы можете быстро поменять звук вы можете поменять тональность без потери качества это все понятно но по дальнейшей работе которая нужна при сведении музыки в первую очередь меди недостаточно то есть возможности меди недостаточно то есть вы на стадии сведения что-то меняйте в меди то скорее всего просто не доделали чего-либо в аранжировки то есть он стоит вернуться в проект аранжировки там это делать и уже работать в проекте сведения уже с обновленным аудио ну а следующий это бы так бы поступал бы я и много знакомых коллег моих так бы бы сделали ну и конечно же всякий именитый звук режиссер поступает тоже именно так же поэтому советую если у вас еще нет такой какой-то организации самоорганизации по этому вопросу вот совет вам попробовать как-нибудь на каком-нибудь проекте все-таки работать больше с аудио во первых будут какие-то новые возможности открываться и возможно идеи какие-то новые приходить когда у вас есть доступ вот к таким вот мелким каким-то изменения редактированием то есть как я уже сказал можно фазу поменять может что-то растянуть замедлить то есть то что не получится сделать с меди партией вот поэтому обязательно попробуйте умею в этом видео я наверное уже больше ничего не добавлю в целом все понятно конечно может быть какой-то аспект я забыл конкретно по что можно еще с аудио сделал чего нельзя сделать меди но я уверен что вы уже сами эту идею разовьете и поймете что в этом есть ряд преимуществ ну что ж увидимся с вами следующих видео с вами был дмитрий урсул всем пока